Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 103. Как и многие другие наши беседы, сегодняшняя записана редакцией портала экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. 103-й псалом является одним из лучших лирических стихотворений в Ветхом Завете. Он повторяет и углубляет многие идеи из предыдущего, 102-го псалма. Он, между прочим, начинается так же, как 102-й псалом, со словословия «Благослови Душа моя Господа» и заканчивается на той же самой ноте. Разница в том, что 102-й псалом представляет размышления моей души о промысле Божьем в судьбе человечества, а в 103-м псалме представлено попечение Божие о всем мире, законы природы которого установлены и поддерживаются Господом. Исследователи предполагают, что данный псалом имеет сходные черты с гимном Атону Эхнатона, фараона-реформатора, который вошел в историю правителей Египта, как Аминхотеп IV. Его религиозные реформы были направлены на особое почитание Солнца, что отразилось в оформлении культовых сооружений и самого имени Эхнатон, который означает «полезный для Атона». Сначала Атон изображался на храмовых рельефах в образе человека с головой сокола, увенчанной солнечным кругом. Постепенно изображение Атона практически утратило антропоморфные черты и было заменено кругом с солнечной змеей и множеством устремленных вниз лучей с кистями человеческих рук на концах. Египетский гимн Атону и 103-й псалом имеют сходства и различия. Так, в египетской мифологии солнце или солнечный диск является божественным источником жизни, в то время как в 103-м псалме краткое упоминание о Солнце указывает на то, что и оно знает свое место. По псалму Солнце и Луна служат для указания дня и ночи. Солнце знает свой запад, то есть закат. В этом отношении 103-й псалом очень близок к повествованию о творении мира из книги «Бытия», где Солнце является всего лишь одним из светил на Тверде Небесной, которые служат для организации годового календаря и для отделения дня и ночи. Солнце отличается от Луны и других звезд всего лишь тем, что оно больше, и поэтому оно служит для управления днем. Хотя между книгой «Бытия» и исследуемым псалмом есть идейное сходство, но при этом между ними нет литературной зависимости. Эти два библейских текста являются размышлениями двух разных писателей над мудростью Творца и гармонией сотворенного им мира. Псалом 103-й содержит важные богословские рассуждения о первопричинах бытия и закономерностях в мире природы. При этом форма подачи этих рассуждений не является учебником по систематическому богословию, а красочной картинкой художника, воодушевленного созерцанием красоты и гармонии окружающего мира, в котором нет места для зла его носителей. Как замечают одни исследователи, в 103-м псалме нет указаний на радость о восстановлении Иерусалимского храма. Лингвистические особенности текста также свидетельствуют о том, что псалом достаточно поздний, возможно, послепленный. Другие исследователи отмечают, что, напротив, псалом допленный, в нем отражено влияние Египта, которое могло прийти в Палестину посредством финикийской культуры. Между финикийцами и египтянами были постоянные деловые и культурные контакты, которые были особенно сильны в период израильской монархии. Ну, рассмотрим данный текст поподробнее. Первые четыре стиха. Псалом 103 начинается теми же словами, какие стоят в конце 102-го. «Благослови душема Господа». Господь близок к сердцу псаломопевца. Он обращается к Творцу со словами «Господи Боже мой!» Господь велик весьма. Он одет по царски славой и величием, облачается, обертывается он неземной мантией. Одеждой ему служит свет. «Блеск славы Божией по пороку Аввакуму, как солнечный свет, от руки его исходят лучи». Создатель мира являет свое величие в солнечном блеске. Но блеск солнца не тождественен создателю. Он вне мира. Мир – пластилин в его руках. Небеса служат шатром для его жилья. Растянуть небеса по небосклону от края земли до края земли – для него все равно, что поставить палатку. Верхние комнаты его жилища – горницы, расположены на небесах над водами. Горние чертоги служат не только своеобразным пентхаусом Бога, из которого видна вся земля, но и кладовой, из которой Бог поливает водой горы и землю. В его небесных кладовых хранится бездна воды. Описание Бога, шествующего по облакам на колеснице, на первый взгляд напоминает картинку из угорицких мифов. Однако подобный же образ явления Бога в бурном ветре и облаке, из среды которого видны крылья херувимов и колес, есть у пророка Иезекииля. По Иезекиилю, из середины облака исходил свет пламени, как будто от огня, да и сами эти животные по внешнему виду были словно горящие угли. Одна и та же фраза – «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Четвертый стих. В контексте данного псалма и послание к евреям имеет различное значение. Говоря о том, что Бог делает ветры, то есть духи, своими вестниками, то есть ангелами, и заставляет пылающий огонь работать на себя, псалмопевец хочет показать беспредельную власть Творца над своим творением. Автор-посланник евреям, цитируя греческий перевод данной фразы, хочет показать превосходство Иисуса над ангелами. Пятый-девятый стихи. После описания Создателя и окружающих его ангельских сил автор псалма переходит к описанию той бездны, которая была создана в первый день творения Вселенной. Эта бездна по книге Бытия служила как бы покровом для Земли. Используя мифологические образы противостояния сил хаоса, псалмопевец показывает, как для необузданной бездны воды были установлены пределы. Да, бездны воды находятся над землей и под землей, но они не перейдут своих границ, не будет больше всемирного потопа. Земля стала на твердое основание, опоры и более не поколеблется. Водам назначены горы и долины, эти места назначил для них Бог. Воды могут восходить на горы или не сходить в долины, но не дальше тех мест, которые назначил им Бог. По одному его слову они спешат убежать. Седьмой стих. «Стихия воды не просто украшена Богом, загнана в берега, она работает для Бога». Десятый, тринадцатый стихи. «Задача воды – поить все живое. У источников воды утоляют жажды дикие животные. По берегам ручейков растут деревья, на которых птицы вьют гнезда и радостно щебечут. Дождь, изливающийся на горы, превращает каменистую почву в плодоносную землю. Бездождье вело к засухе, а засуха – к голоду в стране. Поскольку населенные пункты Иудеи располагались по преимуществу гористой местности, образ пустыни, которая начинает плодоносить после дождя, был для древних евреев весьма воодушевляющим. Видя горы, которые покрываются зеленью, тоска сменялась на радость». В последующих стихах описывается жизнь счастливого земледельца. «Насыщенная влага земля дает пищу для скота в виде полевой травы и для человека в виде зелени». 14-15 стихи. «Гармония между животным, миром и людьми, вода жизни и съедобная трава всякого рода, все это напоминает сад Эдемский. Напротив земля, на которой произрастают тернии и волчцы, вероятно, терновник и чертополох. Это образ суровой жизни изгнанного из рая Адама, вынужденного добывать себе хлеб в поте лица». «Описывая запустение Иерусалима, Исайя также говорит о том, что на месте дворцов будут расти колючки, крапива и репейники, и жить там будут не люди, а шакалы». Итак, перед нами образ благоденствия, подобного счастливому пребыванию людей в первых раю. Вино, веселящее сердце человека, это образ пира, который устраивается для удовольствия. Елей, придающий лицу блеск и приятность телу, также напоминает о роскошном банкете с тучными явствами. «Преизбыток Божьей любви не ограничивается человеком, его благо изливается даже на деревья и животных». Деревья Господни – это высокие ливанские кедры. Этот вид деревьев мог называться Господним, поскольку использовался при строительстве первого храма Соломоном. Досками из кедра и кипариса были обшиты стены, пол и потолок внутри храма. Из кедровых досок был сделан жертвенник воскурения, из кипариса входные двери в храм. Кедры и кипариса были самым дорогим строительным материалом времен Соломона, который доставлял ему из ливанских гор цархирам. Согласно псалму, в ветвях деревьев ливана вьют гнезда такие перелетные птицы, как аист, который зимует в Африке, но каждый год возвращается в родное гнездо. Среди высоких гор обитают серны. Каменистые утесы стали домом для доманов. Доманы, или, по-другому, горные барсуки, это маленькие, толстые, махнятые, травоядные, млекопитающие с короткими хвостами. Обычно они имеют длину от 30 до 70 сантиметров и весят от 2 до 5 килограмм. Далее снова повторяется каротина смены Луны и Солнца. Ночь и дня. 19-й, 23-й стихи. Дикие животные, лесные звери или львы, охотятся под покровом ночи. Даже хищники не могут на себе найти пропитание без воли Божьей. На рассвете они прячутся в своих логовах, потому что с восходом Солнца появляется человек. Цикличность смены природных явлений завершает описание повседневной жизни самого совершенного истворения – человека. Ритм смены дня и ночи словно создан для того, чтобы днем человек мог трудиться, совершая все свои дела, а ночью отдыхать. Все задуманное Творцом весьма премудро. Все созданное им несет на себе отпечаток его руки. Разнообразие и количество творений Божьих неизмеримо, как об этом сказано в 24-25 стихах. Разум и премудрость Бога отражены в самой гармонии мира. По словам апостола Павла, невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Они созданы не для того, чтобы быть вещью в себе или для себя. Все созданное Богом принадлежит ему. Он – хозяин мира. В этом мире обретают пространство для жизни присмыкающиеся по земле и огромные морские змеи. Море всегда было таинственным и несколько отталкивающим для евреев. В морских глубинах плавали бесчисленные странные существа, большие и маленькие. Когда корабли отправлялись в путь, никто не мог быть уверен, что доплывет до точки назначения. В морской пучине жил Левиафан, воплощение неукротимого хаоса, который для Господа был всего лишь игрушкой. Но даже этот Левиафан, как и все живущее в море и на земле, полностью зависит от пищи, посылаемой Господом. 27-30 стихи. Жизнь дал Господь. Он может в любой момент ее и отнять. По книге Бытия Господь только в лице человека вдунул дыхание жизни. По псалму таким духом жизни исполнены все одушевленные творения. Но если Бог отнимет у них дух, они умрут. Когда Господь удаляется на короткое время, скрывает свое лицо, животный мир приходит в беспокойство. А если он отнимает у животных дух, они умирают, возвращаются в прах. Обновление жизни на земле во всех ее формах полностью зависит от Бога. В заключительных строках псалма прославляется Господь. Все сотворенное им хорошо весьма. Все дела рук его должны его веселить. Задумываясь о премудрости, созданного Богом мира, псалмопевец не может не прославлять его. «Буду петь Господу всю мою жизнь, доколе естьмь». 33 стих. Эти слова глубоко верующего человека пример другим. Подобное словословие это внешнее выражение внутренней преданности Господу. Все было бы хорошо, если бы не грешники и не нечестивцы, которые оскверняют землю своим присутствием. 35 стих. Им нет места в том раю, где непрестанно славят Бога ангельские силы и земные существа. Заключительное «Аллилуйя» «Хвалите Господа» подчеркивает основную тему всего гимна. Однако, если следуя греческому переводу, мы перенесем «Аллилуйя» в начало 104-го псалма, то каждый псалом в группе из 4-х, 102-й, 103-й, 104-й, 105-й будет начинаться и заканчиваться одними и теми же словами. Подведем итог. Несмотря на то, что многие в древнем Израиле созерцали богатство и многообразие окружающего мира, не все сохраняли верность Господу. Пятикнижие с описанными в нем чудесными вмешательствами Господа в мировой истории гораздо сильнее укрепляло веру в Творца неба и земли. Пятикнижие служило для древних людей не только описанием причинности происхождения мира, его законов, но и личности Творца, который поддерживает баланс сил во Вселенной. Псалом подчеркивает ту важнейшую богословскую идею, что природа это не закрытая система, подчиняющаяся ее собственным законам. Созерцание безличных законов природы в отрыве от их Создателя не дает человеку повод для радости, поскольку создает ощущение цикличности бытия, в основе которого борьба хаоса с порядком, борьба за выживание. Поэтому созерцание красот природы не должно служить самоцелью, а отправной точкой для познания Творца, который удерживает мир от самораспада и вносит когда необходимо необходимые поправки. При переходе от Ветхого Завета к Новому некоторые образы данного псалма парадоксальным образом меняют своего главного героя. Так сказанное в псалме о Боге Отце в отношении его световидной одежды «ты одеваешься светом, как ризою» в апокалипсисе Иоанна Богослова получает свое продолжение в образе жены, облаченной в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. В обоих текстах мы видим сближение таких понятий, как солнце, свет и небеса. Жена Откровения словно оказывается в том самом жилище на небе, где пребывает Бог. Однако, если псалом изображает Бога как надмирное существо, которое творит ангелов и повелевает стихием, то по апокалипсису жена убегает от падшего ангела и ее преследуют природные стихии. Хотя она страдает и дьявол постоянно пытается нанести ей раны, она помнит, что ее ждет жилище на небесах. Если взять во внимание, что под образом жены святые отцы, например, святитель Андрей Кесарийский видели как Богородицу, так и церковь, это значит, что для каждого члена церкви, сохранившего ризы крещения белыми, уготовано жилище в доме отца и сына и святого духа. Как бы мы не хотели разгадать тайну Бога через созерцание его творений, живя на земле, мы познаем все частично, как пишет апостол Павел гадательно, как бы сквозь тусклое стекло, а если уж на земле мы не постигнем до конца его промысла, то тем более не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его на небесах. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok